Добрый день, дамы и господа, с вами на связи компания BI Consult. Сегодня мы поговорим про Power BI. Это будет серия видеороликов, посвященных данной аналитической системе Business Intelligence, погружение и исследование большого массива данных. У компании Microsoft, помимо прочих продуктов, таких как Excel, PowerPoint, есть продукт, который предназначен для построения дешбордов или панелей, которые позволяют анализировать большой объем данных с помощью визуализации. Сегодня мы с вами научимся загружать данные, посмотрим, как подключать источники, например, источники в виде Excel, в виде папок. Также можно подключаться к разным источникам, например, к базе данных MySQL, MySQL и так далее. В данный момент я хотел бы предложить для рассмотрения вот такой вот набор данных. Эти данные подготовлены специально для данного видеоролика и представляют один из, наверное, самых интересных для любой компании набор данных. Это данные по посещению сайта, по стоимости кликов, по количеству визитов, количество корзин, сумма в этих корзинах и продажи. Таким образом, мы можем посчитать стоимость рекламных компаний, выхлоп из этих рекламных компаний, который, в принципе, для маркетологов обозначается таким показателем, как ROME, который, как вы, наверное, знаете, бывает разный. Можно посчитать ROME по количеству корзин, по количеству проданного товара и так далее. И также мы можем посмотреть по источникам посещения сайта, какой источник принес нам больше прибыли, какой, соответственно, нет. И сколько мы потратили на тот или иной источник. Также у меня есть папка с продажами. Вот у меня здесь подготовлены данные, они разбиты по годам. Теперь давайте откроем один из файлов и посмотрим на содержание. Какие у нас есть поля. Что вообще у нас за данные? Ну, поскольку я их подготавливал, я знаю, что они однородные. То есть они одинаковый набор полей с одинаковыми именами. Суть данных тоже одинаковая. То есть у нас есть код месяца, стоимость, значит, качество, статки. Так, у нас здесь где? А вот количество, стоимость, стоимость без скидок, НДС. Ну, вот везде будет участвовать количество в расчетах. Также есть данные по месяцу года. Так, прекрасно. Ну, данные как данные, давайте их загрузим. В данный момент мы видим, опять же, я повторяюсь, что у нас есть N количество файлов. Их здесь может быть как 9, вот у меня 9 файлов, так и там 1009, 10 тысяч файлов. У некоторых компаний их очень много. Вот стандартная рабочая область Power BI. В данный момент мы хотим получить данные. Нажимаем соответствующую кнопку. Для пользователя Excel здесь очень будет все понятно, потому что это понятный любителям Excel интерфейс. Для того, чтобы ориентироваться здесь, не потребуется дополнительных навыков. Вот мы видим возможности подключения к разным источникам. Я, наверное, быстро перелистываю. Обратите внимание, есть OLDB и ODB-C. Один из часто встречающихся источников, коннекторов. Вот, Amazon тут есть. В нашем случае нам нужна папка. Мы будем подключаться к папке. То есть не к конкретному Excel файлу, а к папке. В этой папке у нас хранятся данные, которые нас интересуют. Тестовые данные. Продажи по годам. В данный момент у нас у меня вот такой вот хитрый путь. Теперь Power BI предложит мне выбрать структуру, по которой мы будем загружать эти данные. Сейчас, в данный момент он там. То есть я могу увидеть количество файлов, которые мы предлагаем загрузить. То есть вот эти файлы. Их расширение, дата, когда они созданы и так далее. То есть можно здесь что-то изменить. И выбрать, допустим, объединить и изменить. И объединить и загрузить. В данном случае мы будем загружать и объединять. То есть это однородные файлы, однотипные, которые нам нужно просто загрузить потоком. Файлы одинаковые, имеют одинаковую структуру. Поэтому я могу просто нажать ОК и загрузить. Если вы хотите убедиться, что все файлы похожи, одинаковые. Или выбрать структуру более нового файла, свежего. Вы можете выбрать файл, например, более свежий. Или тысячи, в моем случае, одиннадцатого года. Так, нажимаем ОК. Файлов много. Данных тоже. Так что он сейчас будет какое-то время загружать их. Вот файлы наши загрузились. С правой стороны вы можете видеть, какие у нас есть таблицы и, соответственно, поля. А вот в данный момент у нас есть одна таблица и поля. Год, месяц и так далее. Наши поля. В основной части экрана можно наблюдать нашу панель. В данный момент здесь ничего нет. Перейдем на визуализацию таблиц. Вот. Сейчас он отобразит наши данные в таблице. Как вы видите, source name – это имя источника. То есть, если вы используете несколько файлов, которые так или иначе осмысленно называются, например, имени менеджера или код месяца или еще как-то, вы всегда можете обратиться к этому имени. Если, опять же, вы нашли какую-то закономерность, где-то проследили какой-то выброс в данных или еще какую-то аномалию, то вы можете всегда потом обратиться к имени файла, в котором это находилось. Таким образом, может быть, понять, в чем заключается причина какой-то там нестыковки или еще чего-то. Ну и, соответственно, продолжить более осмысленный поиск. В данный момент все хорошо. Видно, что данные у нас стали нормальным. Также Power BI определяет тип данных. То есть, для него сразу есть понимание, очевидно, какое поле является числовым. Этого значка суммы выделено. Также, если мы будем делать какие-то расчетные поля, например, какую-то меру, например, нам потребуется, например, посмотреть, сколько мы вообще напродавали. Для этого нам потребуется умножить количество и стоимость. Для того, чтобы реализовать эту задачу, проще всего будет сделать меру, создать меру. То есть, мы... Вот эта мера создана. Калькулятор появляется рядом с мерой. Мы можем назвать ее как-то. Ну, например, мы назовем ее сумма продаж. И напишем формулу. Здесь лучше использовать сумму X, чтобы в таблице продажи не подсказывать. А, вот, да, продажа погода. Не захотел подсказывать мне сразу. Так, мы умножим количество ведь он должен ставить одинарные скобки, чтобы он минимал. Чего мы от него хотим. Так, и стоимость. Все. Нужно закрыть скобку. Отлично. Нажимаем Enter. Все. У нас с вами появилось некое расчетное поле сумма продаж. Сумма продаж отображается теперь в таблице. Так, в данный момент у нас только одна таблица. Вот она сумма продаж. Наше новое поле. Вот. Как только мы добавим сюда новую таблицу, нам нужно будет их связать. Но это уже будет тема следующего видеоролика. На данный момент можно просто попробовать например вытащить просто сумму продаж сюда и посмотреть, что он предложит нам в виде визуализации. видите, то есть просто мы видим, что он просто показывает нам столбчатой диаграммой сколько у нас было продаж. И теперь я предлагаю например, посмотреть по годам. Вот, пожалуйста, 2006 год у нас явно выбивается в лидеры. Вот. Также можно посмотреть детализацию по месяцу. То есть если мы сюда накладываем второе значение, то как только мы так сказать сделаем выбор какого-то интересующего нас года, мы тут же провалимся внутрь и посмотрим по месяцам. я включаю детализацию и теперь я вижу как у меня отображались ну как у меня были какие у меня были продажи по месяцам в этом году. Также хочу заметить, что Power BI называет графики таким же образом как и визуализирует их. То есть если у нас понятно и нормально названные поля и расчетные значения в этих полях, то у нас получается вполне осмысленное название графика суммопродаж по год и месяц. Ну то есть здесь конечно просклонять было бы хорошо году и месяцу, но в данный момент это вот выглядит так, это автоматически он подставляет. Первый ролик мы закончили. Все, всем спасибо за внимание. На второй части мы разберем как загружать сюда дополнительную таблицу в модель, каким образом мы построим связи между ними, разберемся с сортировкой и настройкой панели, ну и также поговорим про то, каким образом можно еще визуализировать данные. Всем спасибо за просмотр. Спасибо. 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 Продолжение следует...